Всем бонжур! Меня зовут Полина, с вами Читалочка, и у нас с вами сегодня вторая часть подведения книжных итогов года. Сегодня мы с вами будем говорить на всякие безумные темы, потому что в своем инстаграме я попросила задать вас вопросы. Ну, в духе, какую книгу мне хотелось утопить, а какую книгу, наоборот, хотелось подарить каждому. И, к сожалению, или наоборот, к счастью, так вышло, что многие вопросы касались книговредительства. Мне это показалось все-таки несколько странным, но, однако же, я постаралась не делать акцент только на тех вопросов, которые касались, а какую книгу тебе хотелось бы выкинуть в окно, скормить голубям, утопить и так далее и тому подобное. Я выбрала только те вопросы, которые показались мне более лояльными, более интересными, и все-таки я не поддерживаю уничтожение книг. Поехали! Итак, первый вопрос. Какую книгу тебе бы хотелось переписать заново? Это очень интересный и очень сложный вопрос, на самом деле, для меня, потому что некоторые очень плохие книги, которые я читала в этом году, мне действительно хотелось бы переписать, потому что были книги с очень неплохими идеями, но которые были осуществлены, мягко скажем, хреново и паршиво. Даже вот совсем недавно я выпустила обзор на книгу Елены Голуновой, этого гиперэкстрасенса и ведьмы. Кстати, видимо, она меня все-таки прокляла за то, что я допустила пару ошибок в этом ролике, потому что он собирает как-то очень мало просмотров, обратите на него внимание. Но мне кажется, что я бы смогла переделать эту книгу и создать из нее своеобразное, такое прям масштабное фантазийное произведение искусства. Но, может быть, я слишком много на себя беру. Еще мне бы действительно хотелось переписать работу Дианы Лилит «Небо, под которым тебя нет», кажется, так она называлась, я уже могу путать, потому что столько было плохих книг в этом году, ох, мне кажется, ни в одном году такого количества не было. Но, да, я бы переписала эту книгу тоже в том числе, но, однако, у меня все-таки есть свое время, у меня есть свои планы, и, как говорится, часики-то тикают вместо того, чтобы выполнять чужую работу. И, кстати, о часиках. Вы знаете, что у меня со временем особые отношения, поэтому я решила заняться часами самостоятельно. И первым шагом на этом пути для меня стала модель от U-Gears. Посмотрите, посмотрите, она все крутится. Да, модель было выбрать очень сложно, хотелось все и сразу, но я начала с часов, хотя еще положила глаз на корабль. Тем более я уже знаю, что все модели подвижные, обладают собственным функционалом, и мне очень интересно, каким в этом плане будет кораблик. Сразу скажу, что U-Gears и для девушек, и для парней, так что такой подарок будет универсальным для всей семьи. Сперва я очень боялась, что мой гуманитарный кретинизм не позволит мне собрать эту модель самостоятельно, но все оказалось возможным. И даже клей не нужен. Конечно, мне чуть-чуть помогали, но в этом был даже определенный смысл, интересное семейное занятие, которое способно разнообразить вечера. А запах дерева прекрасно дополняет предновогоднее состояние, особенно если у вас тоже стоит искусственная елка. Я очень вдохновилась сборкой этой модели, и если вы помните, совсем недавно я ныла вам в своем инстаграме, что вся жизнь моя сплошная бумага, и к другим хобби я оказываюсь абсолютно не предрасположенной. Так вот, деревянный конструктор оказался способен эту проблему решить. И еще я попросила для вас U-Gears промокод. Парс, который даст вам скидку в 20% при заказе абсолютно любой модели. Я надеюсь, вас тоже вдохновит мой пример разнообразить свою бумажную жизнь. Так что вперед по ссылке в описании. Выбирайте для себя подарки из 60 оригинальных вариантов, выбирайте модель себе или своим близким в подарок, и используйте промокод для скидки. И вполне логично после такого рассказа об эмоциональной составляющей данного нового моего хобби ответить на вопрос. Книга, которая вызвала наибольшую эмоциональную реакцию. Если вы смотрите в течение года мои обзоры, а не только ждете итоговых роликов, то вы знаете, что негативную, такую эмоциональную окраску во мне вызвала Диана Лилит. Впервые, мне кажется, я бросила книгу на своем канале. И впервые бросила книгу вообще, наверное. Не могу сейчас точно сказать, но не припомню, по крайней мере, какая еще книга была способна так сильно меня разбесить. Но, пожалуй, да, вот самая сильная эмоциональная реакция была все-таки направлена в эту писательницу, можно так сказать. Самая положительная эмоция была для меня все-таки связана с книгой, как ни странно. Сейчас давайте поставьте на паузу и попробуйте угадать, о какой книге я скажу. Поставили? Угадали? Это земля Михаила Елизарова, потому что эта книга действительно для меня стала лучшей книгой 2019 года. Какую книгу хотелось бы подарить каждому подписчику? Ну, с этим большие проблемы, потому что есть парочка книг, которые меня так сильно впечатлили, что мне хотелось бы, чтобы прочитал их каждый. Это Ольга Оленова, ее форпост, книжка про трагедию в Беслане. Я, мне кажется, прожужжала уже все уши и в том числе рассказывала вам о ней в ролике про лучшие книги 2019 года. Но еще мне бы хотелось каждому подписчику подарить книгу Алексея Поляринова, почти 2 килограмма слов, потому что меня, как очень вредного читателя, эта книга сумела, можно сказать, несколько сподвигнуть на прочтение новых книг, о которых я никогда ранее не слышала. Это, например, «Любовница» Витгенштейна и некоторые другие работы. Так что ее мне бы тоже хотелось подарить абсолютно каждому своему подписчику. Есть только одна проблема — тираж этих книг явно не составляет 100 тысяч экземпляров. Это же не книги экстрасенсов, поэтому о чем тут говорить. Но да, они. Автором какой книги из прочитанных в 2019 году ты хотела бы быть? И тут снова сложности, потому что мне вообще иногда очень хочется не то, чтобы быть мертвой, как бы опять странно это не звучало, мне хочется быть и Достоевским. То есть я выбираю тех авторов, чью шкуру мне хотелось бы залезть, чтобы глубже понять то, что они делали, то, что они написали. Но все-таки в 2019 году я сделаю акцент на Марии Степановой и ее памяти памяти. В самом начале года, кажется, это был февраль, я читала эту книгу, и тогда уже сказала, что у меня есть ощущение, что это хотела бы написать я. Мне действительно хотелось бы самой написать такую книгу, но Мария Степанова меня опередила, и, возможно, даже к счастью, потому что не факт, что я бы написала настолько хорошо, настолько детально проанализировав свое прошлое, свои корни, свою память в том числе, и, можно сказать, память своего поколения. Так что, да, эту книгу я бы хотела написать сама, и очень надеюсь, что многие из вас тоже прочитали ее в этом году, так как она тоже входит в список лучших книг, но ее очень сложно под что-либо, под какой-либо жанр записать. То есть это не нон-фикшн, это не художественная литература, и мемуарами это тоже не назвать, поэтому для меня эта книга одна из самых важных тоже в 2019 году. В какую книгу тебе бы хотелось вложить руку на 10 секунд и полностью ее узнать? Я не знаю, видно ли вам это чудовище, но вот она, вот она. Бесконечная шутка стоит позади меня. Мне бы очень хотелось положить в нее свою руку, при этом оставить ее целой и невредимой, чтобы она не превратилась в такую кочерыжку, как у Дамблдора в предпоследней книге, и понять ее. Потому что, прочитав бесконечную шутку, мне кажется, я не очень-то ее поняла. Я не могу сказать, что я поняла ее хотя бы наполовину, но если бы у меня была такая возможность, да, я бы хотела просто положить руку, не перечитывать все это заново, и просто моментально понять, что же такого интересного хотел донести до своего читателя Дэвид Фостер Бойлес, или, может быть, он просто хотел над нами, над всеми поугарать. Какую книгу ты бы похоронила? Тоже вопрос не совсем о книговредительстве, а скорее о возвращении к истокам. И если бы у меня была такая возможность, наверное, я бы пришла на кладбище и закопала там, опять-таки, землю Елизарова, потому что это было бы очень символично, метафорично, и никаким образом не несет определенных отрицательных коннотаций по отношению к этой работе. Это просто несколько дополнило бы весь сюжет повествования. Хотя это, наверное, странно. И вопрос-то, в принципе, странный. Вот вы мне лучше напишите, какую книгу вы бы хотели похоронить заживо? Какую книгу хотелось бы канонизировать в лике русской и мировой классики? Таких книг было очень много в этом году, на самом деле. Мне повезло, что этот год для меня стал таким годом жирных, пухлых книг, в том числе и в рамках русской литературы. Здесь опять можно вспомнить и Марию Степанову, можно сказать и про работу Михаила Елизарова, и про ту же Ольгу Оленову, и даже про Алексея Поляринова с его маленькими эссе о литературе мировой. Но именно классикой сделать и донести до школьников, быть может, даже мне бы хотелось именно землю все-таки Елизарова и работу Ольги Оленовой Форпоста, как это одни из самых важных для меня книг в 2019 году. И я как-то так понимаю сейчас, что практически в каждом позитивном вопросе я говорю именно про эти две книги. Поэтому я очень надеюсь, что такое многократное повторение этих названий сможет донести информацию до тех, кто еще не обратил свой взор на эти издания, и пока, быть может, даже не планировал знакомиться с этими работами. Мне хочется, чтобы вы это сделали. Самая дорогая книга года имеется в виду стоимость. И тут я подзависла, потому что я покупала безумное количество книг в этом году. Исторически так сложилось, что я вообще стала меньше книг брать у издательств, и все чаще как-то их покупать. И, наверное, самая дорогая книга в этом году, это вновь была бесконечная шутка, это, возможно, будущее ностальгии. Конечно, все можно сделать проще, можно зайти в личный кабинет лабиринта и пересмотреть все невероятное количество заказов, которые я производила в этом году, но, грубо говоря, мне лень. Поэтому я просто скажу, что самая дорогая книга, это была бесконечная шутка, потому что даже несмотря на всякие акции, шмакции, скидки и тому подобное, все равно она стоила прям что-то около тысячи рублей, наверное. Да. Тысяча рублей за книгу, я, кстати, все равно считаю, что это дорого, какой бы книга ни была. И неважно, комикс это или нет. Какая книга заставила вас смеяться до слез в положительном плане? Книга Елены Голуновой про дар смерти. Наверное, все-таки она, потому что там было слишком много бесовщины какой-то непонятной и такого абсурда, который просто не укладывался в моей голове. Я рыдала и от смеха, рыдала, правда, не в буквальном смысле, потому что я физически не плачу, когда читаю книги. Я скорее угораю просто как человек, который способен представить себе, что должно быть в голове автора, который придумал весь этот бред. Поэтому, да, прям смешных книг я не читаю, просто потому что я не самый веселый человек на свете. Мне, наоборот, поинтереснее покопаться во всяких там глубинах депрессии и меланхолии, как вы можете заметить по полке позади меня. А вот Ахаха, ну Ахаха, да, было во время прочтения работы Елены Голуновой. Какую книгу вы могли бы использовать для доказательства какого-нибудь социального процесса? Таких книг тоже очень много, но я все-таки сделаю акцент на форпосте Ольге Оленовой. И знаете, что касается социальных процессов, тут скорее для доказательства социального процесса, такого как общая какая-то скорбь от произошедшей трагедии. Но не хочется сильно акцентировать на этом сейчас внимание. В конце концов, у нас тут типа неделя до Нового года, и, наверное, нужно о чем-нибудь более позитивном говорить. Какую бы книгу хотелось максимально уменьшить, чтобы носить с собой в кармане или как кулон? В этом году такой книгой можно назвать Кэтрин Мэридейл и ее каменную ночь, потому что уже после завершения прочтения этой книги я периодически возвращаюсь к ней, читаю какие-то эпизоды, какую-то информацию уточняю для себя, если вдруг я что-то забыла. Да, есть такие книги, на которые мне не пофиг, и которые, прочитав, мне хочется заново и заново освежать в своей черепной коробке. И поэтому, да, Кэтрин Мэридейл мне бы хотелось просто носить с собой в кармане с другой стороны. У нас же сейчас у всех есть мобильное устройство, куда можно либо закачать книгу, либо скачать ее, купить и так далее, и так далее. В общем, вариантов масса. Но вот что касается кулона, я не настолько люблю всяческие там цацки, поэтому вот кулоном бы я точно никакую книгу не таскала. Лучший книжный блогер, по вашему мнению, и худший, это вопрос с подвохом, потому что на самом деле я, естественно, не выделяю кого-то больше, кого-то меньше, но для себя я определила ответ на этот вопрос таким образом. Лучший книжный блогер это тот, по чьей рекомендации вы купили книгу, которая, возможно, стала для вас любимой в 2019 году, а худший книжный блогер это тот, о котором вы даже не знаете. Так что вот так вот обтекаемо я отвечу на этот вопрос. Что касается меня и моих личных отношений с блогерами в 2019 году, то тут все, как обычно, плавно, перетекающе, ни с кем, никаких конфликтов. Вроде бы, ну, если они есть, то я просто о них не в курсе, но мне кажется, что мой ответ самый вообще лучший, что можно было придумать ответом на данный вопрос, чтобы никого не обидеть. Вот так скажу. Какую книгу хотелось выкрасть из всех книжных и типографий, дабы это никто не читал? Масса таких книг. Вообще, невероятное количество. Ян Кадалт. И да, я говорю Адалт, потому что мне пофиг. Диана Лилит со всеми ее ужасами. Абисаль, Стейс Крамер. Как же мы могли забыть, да, про Настеньку нашу любимую? Но Абисаль никто не должен был даже издавать, не то чтобы покупать, потому что уже весь накал страстей на фоне этого массового помешательства на синеволосые девочки из работы Стейс Крамер оно прошло и тут Фигакс выходит столько лет спустя продолжение и мне даже писали сами поклонники, что они уже остыли к этой работе, им уже неинтересно, что там дальше с Глашей происходит. Так что вот, наверное, Абисаль не то, чтобы выкрасть хотелось из типографии, а просто хотелось бы, чтобы эту книгу никто и не додумался издавать и тратить на это ресурсы и типографий и наших с вами лесов. На этом у меня все. Я надеюсь, вам было интересно послушать ответы на такие не самые стандартные итоговые вопросы. Мы продолжаем с вами обсуждение в комментариях. Если вдруг во время просмотра этого видео у вас появился какой-то вопрос, вы его можете написать. Я обязательно приду, прочитаю все и отвечу вам на этот комментарий. Не забывайте переходить по ссылке в описании, изучать модели, которые предлагает вам U-Gears, разнообразить себя, разнообразить свою жизнь, развивать, продолжать моторику мелкую своих пальчиков. Ну, а мы с вами и дальше будем читать вместе. Спасибо.